Сколько казахов, якутов, бурятов ушло на фронт? Казахов погибает даже больше, чем бурят. Собьетесь, умрете в драке. Ну так хоть родине послужите. Они довели регионы до нищеты. Как пропаганда обманывает людей? Идейные есть, но не так нам. Поторвались на мине, но мы не остановились и продолжили. Это все приведет к их поражению. Всем привет, это Айран. Война между Россией и Украиной унесла жизни 400 казахов. Это только из Астраханской области. Такие данные на начало этого года приводят в фонде «Свободная Бурятия». Это все, что удалось узнать волонтерам из открытых источников, из новостей в региональных СМИ и в социальных сетях. Официальных цифр по-прежнему нет. Последние данные по погибшим на войне россиянам Кремль давал в сентябре 2022-го. Более 5 тысяч человек. Общественники уверены, что эти цифры сильно занижены. И сегодня это число колеблется в районе 17 тысяч. Отдельной статистики по национальностям тоже нет. Все те же волонтеры собирают информацию по крупицам. Например, погибших на фронте бурятов сегодня числится 622 человека. 50 человек из республики Саха, это Якутия. Какие еще цифры добыли общественные активисты, сейчас вам расскажем. Подписывайтесь на наш канал, здесь мы обсуждаем важное. Два дня назад татаро-башкирское издание «Идель Реали» опубликовало материал о том, что родственники мобилизованных из Татарстана ищут своих мужчин в Украине. Связь с отправленными на войну родные потеряли больше месяца назад. А до этого в начале февраля военные из Татарстана записали видеообращение. Они рассказали, что их отправляют на передовую без подготовки. Мы полк 1231 из Татарстана. Нас передали под руководство Донецкой Народной Республики. Нескому руководству до нас нет дела. Мы здесь как расходный материал. 5 февраля нас отправили на штурм без какой-либо подготовки. У каждого было по 4 магазина. А при медикаменте я молчу. Такие заявления военных сильно отличаются от того, что показывают в российских новостях. О героях, радостно идущих на войну. В боевом духе, которым пропитаны российские войска. И прочие пафосные сюжеты. Как пропаганда обманывает людей. Много ли ей верят? За что идут воевать коренные народы России? Сколько казахов, якутов, бурятов ушло на фронт? Сколько не вернулось? И можно ли назвать этноцидом мобилизацию коренных народов России? Многие из которых крайне малочисленные. Об этом подробно поговорили с волонтерами, общественными активистами и релакантами из Бурятии и Якутии. Хотелось бы услышать статистику последнюю по погибшим. Потому что данные во многих источниках разнятся. И хочется понять, что на самом деле, какие цифры. Я думаю, что такой информации нет ни у кого. И я подозреваю, включая даже само Министерство обороны Российской Федерации. У меня очень большое подозрение. То, чем мы располагаем, это поименные списки погибших, которые были собраны волонтерами по всей России, по соцсетям, по публикациям некрологов. И это та же самая группа волонтеров, которая сотрудничает с BBC, с Медиазоной. Вот они регулярно такие обзоры публикуют. Вот мы с ними тоже сотрудничаем. И мы, помимо этого, еще по группам в соцсетях региональных, имеющих отношения к Бурятии, к Забайкальскому краю, к Иркутской области, сами еще собираем некрологи точно так же. И, к сожалению, надо понимать, что это, мягко говоря, неполная статистика. Это только те люди, чьи имена известны и чей факт гибели на этой войне был подтвержден. Так или иначе, в Российской Федерации. Либо родными, либо какой-то официальной публикацией. Вот. И на данный момент там более 17 тысяч имеется записей. Но там, конечно, очевидно, что есть очень большие диспропорции как между регионами, так и в смысле национального состава. По Бурятии у нас на 6 марта всех, кто родился, жил и служил 622 погибших. При том, что на 9 января у нас было 471. То есть за неполных 2 месяца 151 официально признанных погибших. Из них всего Бурят с Иркутской области, с Бакальского края и республики Бурятия 254. Он рос очень любознательным, целеустремленным, мальчиком умным. Надежда и опора мамы, сестры. Действительно, там очевидно и по национальному составу, что этнических Бурят там непропорционально много среди погибших. То же самое касается и тувинцев, и, кстати говоря, казахов. Потому что казахов этнических на этой войне погибает даже больше, чем Бурят. Там есть аномалия очень странная, которая показывает, что тут дело не только в неравенстве между регионами, но еще и, собственно, в этнической дискриминации. Если мы смотрим на Астрахань, то там, по данным Росстата, казахи составляют около 16% населения, но при этом среди погибших их более 40%, то есть от 40% до половины. Четверо молодых парней, все из поселка Володарский. В одно и то же время они принимали воинскую присягу, и все как один геройски ее исполнили. Сегодня они также вместе. Их имена рядом на граните мемориала под охраной вечного караула. В отличие от Бурят и Тувинцев, нет в России региона, где бы компактно жили, одного определенного региона, где бы компактно жили казахи. Но вот я смотрю на Астраханскую область, и я вижу, что количество погибших казахов, оно выросло более чем вдвое с осени этого года. Если это вот экстраполировать, то получается от точно более 300 до 400 человек погибших казахов должно быть. В Бурятии частичную обязательство проводили буквально, в отличие от Москвы, скажем, или больших городов, выламывали буквально двери, вытаскивали мужчин, мы называем судная ночь. В одну ночь они собрали около 5-6 тысяч человек и собирали их по деревням, там, где люди не убегут, все знают, где этот человек живет. То есть в маленьких деревнях выгребали просто все, кого только можно. И в деревнях люди лояльные власти, они ничего против не скажут, не пойдут на митинг, то есть они как на убой, вот такие, знаете, как вот, ну, смиряясь со своей судьбой, да, а еще же им говорили, да, вы там будете склады охранять, профессиональные военные будут там воевать, а вы будете на складах сидеть. Но мы же сейчас что видим? Что их как пушечное мясо толкают, наоборот, вперед, пока, значит, кадровые вот эти вот контрактники профессиональные отдыхают, их толкают вперед, чтобы просто они на себя вызывали артобстрел, но они погибают в полном составе фактически. Также очевидно, что очень сильно выросло число погибших со времени, с момента объявления так называемой частичной мобилизации в России, да, и очень сильно выросло число погибших вот буквально в последние полтора месяца, видимо, в связи с тем, что вот этих мобилизованных как раз отправили на фронт. Алтай, там абсолютное число погибших, опять-таки, оно небольшое, 72 человека, но при этом, при этом, не надо забывать, что это очень малонаселенный регион, там всего 157 тысяч населения, и в результате по погибшим на душу население из республики Алтай, опять-таки, является одним из лидеров. У нас есть еще Калмыкии, и там опять такая же ситуация, там просто нет войсковых частей в регионе, они все где-то служили где-то в другом месте, соответственно, там не так много, ну, может быть, человек 30 погибших калмыков, но опять-таки, это те, про кого мы знаем, это те, кто известен по именам, конечно же. А по Татарстану есть ли какая-то статистика по погибшим? Так, по Татарстану, вот по Башкортостану, я вам сразу скажу, Башкортостан в лидерах, там примерно, вот по абсолютному числу, там 500 с лишним погибших, это как в Бурятии, да, в Бурятии там 550, и в Башкортостане где-то 550, но не надо забывать одну простую вещь, в Башкортостане живет 4 с лишним миллиона человек, вот, соответственно, на душу населения это показатель очень низкий, в Татарстане, в принципе, он тоже достаточно низкий. 324 человека, по последним данным, из республики Татарстан, но это меньше, чем из Бурятии, даже по абсолютным цифрам, это при том, что там очень большое население, да, я сейчас не помню, 3 или 4 миллиона, но очень большое. А есть ли какие-то данные, сколько якутов ушли на войну? Вообще официально цифра звучала 5000 человек из республики, но по неофициальным данным активисты, по-моему, насчитали до 35 тысяч человек, до 40 тысяч человек, что ли, это и мобилизованных, и добровольцев. И что вообще, что касается цифр мобилизованных, погибших, добровольцев, очень сложно ориентироваться, потому что официальных данных никаких нет. Все это делается силами активистов, то есть подсчет ведется силами активистов, так как не ведут официальную статистику погибших, нам сложно сказать именно, какой процент добровольцев, какой процент именно мобилизованных погиб, то есть не вернулся. И власти, они максимально как-то оттягивают именно вот эту часть, чтобы не создавалось ощущение, что погибает очень много людей. Но при этом добровольцев, которые каким-то чудом не погибли и вернулись обратно, их имена, их самих очень сильно раскручивают. То есть, чтобы создать ощущение, что это как седеть на охоту, не на войну, а просто вот как в игрушки поиграть буквально. И сегодня с нами Азаман Турланов, командир танка. Подорвались на мине, но мы не остановились и продолжили. Вернулись в строй и нас снова сбросили с коптера коммунитивный снаряд. Машина загорелась, но мы не остановились и своим ходом вернулись в базу ремонта. Около 50 человек должно быть Саха погибших, именно Саха по национальности. Но более точно я вот жду сейчас данные от активистов именно из Саха-Якутии. Почему? Потому что там не всегда можно отличить, так как есть еще коренные и малочисленные народы Севера, которые там проживают, и очень много погибших и венков, к сожалению. Опять-таки, коренные и малочисленные народы Севера, они очень сильно пострадали, и среди них очень много погибших, непропорционально численности. Мы это первый раз выявили еще осенью. И это при том, что вообще-то по закону в Российской Федерации представители коренных малочисленных народов Севера имеют право на альтернативную гражданскую службу, но это право, оно действует, к сожалению, только на срочную службу, а на мобилизацию не распространяется. И, например, там писали Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, там публиковала документ, где говорилось, что в селе, где компактно проживает Чукчи, в республике Саха, Якутия, там забрали чуть ли не всех мужчин годного возраста. Почему мы называем это атноцит? Потому что коренных народов, они так и так уже малочисленные народы бурят, осталось 461 тысяч человек. И даже то, что у нас погибло 254, это огромное количество. Или, допустим, Эвенки, Левены тоже малочисленные народы, Сайоты. Вот недавно я читала некролог из Эвенкийской деревни в Иркутской области, где населению было 37 человек, и там был один погибший. То есть для деревни 37 человек, где в основном живут одни родственники Эвенки, для них, конечно же, даже потеря одного человека – это огромное. Нежели, допустим, 140 миллионов России, до 80% это русские. Сами 20% вставляют малочисленные коренные народы. Это больше 189 народов России, где есть и две народы с численностью 200 человек, как чулымцы, допустим, или там 2000 человек, народы Дагестана, конечно же. Там вообще очень много коренных народов, где численно вставляют 13 тысяч человек, 10 тысяч человек. И потери, конечно же, даже одного-двух людей в такой картине – это этноцид, безусловно. Меня часто спрашивают, является ли это именно конкретно геноцидом малых коренных народов. Нет. Это происходит во всех отдаленных участках страны, там, где люди больше зависят от государства, соответственно, больше лояльны. Ну, то есть, грубо говоря, протест в Москве и протест в Бурятии – это две разные вещи. Протест в Бурятии можно танками затоптать, и никто не узнает. Ну, мало кто узнает, мало кто будет возмущаться и так далее. Протест в Москве – это потенциально переворот госвласти. Это тоже имперская политика Кремля, когда они специально, конечно же, довели регионы до нищеты. В Бурятии, допустим, да, тоже, так же, как и другие регионы, все бедно, все налоги уходят в Москву. Потом им какие-то копейки направляются, и поскольку в Бурятии очень много воинских частей, и также высокий уровень безработицы, то многих жителей просто нету мужчин непосредственно, нет выбора, кроме как, допустим, идти на контрактную службу, ехать на север Бурятии или на Камчатку, на вахту, либо ехать в Москву или в Питер, или за границу. А если они поедут, допустим, в Москву и Питер, то там будут сталкиваться с расизмом, где им опять будут говорить, полить о себе в свой Китай и спрашивать постоянно у них за грант-успортатус, через эти унижения проходить второго сорта. И очень многие просто до 24 февраля, конечно, оказались в этой ловушке. Опять же, Путин посадил всех на эту иглу с ипотекой военной. Очень многие в регионах, где были воинские части, оформляли себе эти жилищные ипотеки и были военнослужащими, где, в принципе, в мирное время это была нормальная высокоплачиваемая работа для тех, кто не хотел уезжать из региона, хотел остаться, жить на своей земле. Просто вот работа, это была обычная работа с 9 до 5. И это абсолютно, конечно, Кремль довел до такой степени народ и регионы, в принципе, до пятностей, где у людей не было выбора, кроме как идти служить или ехать на вахты. А вот какой уровень жизни в республике Саха? Вообще, если судить по средней зарплате официально, то он должен быть достаточно высокий, потому что средняя зарплата у нас, по-моему, считается 50 тысяч рублей. Это считается много. Но касаемо реально располагаемых доходов, то не все так радужно. Население у нас беднеет с каждым разом. У нас очень закредитованное население. Поэтому это все говорит о том, что у нас средний уровень жизни, он такой ниже, чем хотелось бы. Плюс ко всему у нас очень сложные климатические условия. Вы, наверное, знаете, что у нас там и минус 50, и большая часть республики находится на многолетней нетающей верстлоте. Это очень сложная среда для жизни. И плюс ко всему у нас, например, город Якутск, он, так как мост нам до сих пор не построили, очень каждый зимний, то есть каждый сезон, он буквально отрезается от всего внешнего мира. И это влияет и на сцены, и на услуги, и на все остальное. То есть очень достаточно сложно там жить. И плюс ко всему при мобилизации ведь забрали мужчин из сельских территорий. Вы представляете, в каких условиях они там живут? И забрали именно ту рабочайшую силу, которую позволяла пережить достаточно суровую зиму. Сейчас многих из этих людей уже нет живых. Они же предлагали 200 тысяч рублей за вот эти краткосрочные контракты ежемесячно. 200 тысяч рублей для жителей Бурятии или там Курганской области это очень большие деньги, это зарплаты просто, не знаю, годовые, там двухгодовые зарплаты, а тут тебе за месяц предлагают. Либо для жителя Москвы 200 тысяч – это легкие деньги, это можно в принципе заработать. То есть житель Москвы условно не пойдет или Санкт-Петербурга на войну за 200 тысяч рублей. Жители там бедных регионов, они пойдут. И опять же тут пропаганда тоже у нас очень усиленная, особенно она в национальных республиках. Мне кажется, пропаганда работает как-то еще мощнее. И они давят сейчас, допустим, в последнее время они транслируют, что это якобы Третья мировая война, что и вот наши предки убивали нацистов во Второй мировой войне. Мне сейчас нужно, внуки, да, сейчас должны закончить эту работу, да, так говорят, пропаганда просто все, что год. То есть они там и за нацистов, и за сатану, и так далее. Все это транслируется просто круглосуточно. Это же не только по телевизору, это еще и в школах, через вот эти уроки по важным разговорам о важном. С недавних пор это не только любимый мультяшный герой, но еще и один из символов спецопераций. По всей стране с изображением чебурашки делают шевроны, пекут пряники и отправляют посылки на фронт. Даже на передовой она заставит улыбнуться и убедиться. Врага мы за чебурашем, и победа будет за нами. Вот если мы сейчас обсуждаем с вами пропаганду, ну много ли в Бурятии тех, кто действительно сейчас идет воевать именно за вот эту вот идею, которую долгое время пытаются внушить? Ну вы знаете, у нас, допустим, когда весной власти объявили, что они набирают специальные национальные батальоны, то в Бурятии этот батальон все никак не набирался. Потом начало свое движение Вагнер, да, начали вот эти вот добровольческие отряды региональные, да. Вот, ну, прекрасный пример того, что люди не хотят воевать, потому что тот же добровольческий отряд Байкал, ну, как бурятский, да, который они так Байкал назывались, он не собрал вообще, ну, там было какие-то копейки, ну, может, я не знаю, 100 человек они собрали, да, и то их там всех разгромили при одном артобстреле. Больше уже не стали набирать, потому что это при том, что добровольцам в то время это до мобилизации было, платили какие-то вообще космические деньги по 300 тысяч, да. Это вот считайте, если средняя зарплата там 40, да, и вам тут же говорят, вы будете получать 300 тысяч боевых в месяц, да, естественно, ну, если бы люди были бы согласны воевать, то их было бы достаточно много, ну, тысячу бы набрали, да, а тут они какие-то жалкие 100 человек, и там на них без слез нельзя было взглянуть, потому что это были какие-то маргиналы, какие-то бомжи буквально, да, какие-то пьяницы, вот, и когда, значит, власть поняла, что таким образом они не наберут, а кадровые военные все увольняются, да, либо сбегают там в тот же Казахстан, они объявили частичную мобилизацию. Наша республика решила поддержать военных по-особенному выступлениями фронтовых бригад. Ведущие артисты и по сей день продолжают выезжать на передовую, чтобы морально подбодрить земляков. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Поддержка продолжалась и на родине. Собирали гуманитарную помощь, проводили митинги и автопробеги. Главную достопримечательность Улан-Удэ голову Ленина украсили триколором с одним из негласных символов спецоперации. Создавалось впечатление, что наша именно региональная власть, она всеми силами пытается показать свою лояльность. И да, было такое то, что они, власть, она в первую очередь формировала отряд добровольцев, всячески призывала, очень сильную агитацию вела. Но население, оно как-то неохотно шло туда. Если и шли, то это часто были люди с финансовыми проблемами. Очень часто можно было услышать историю, что добровольцами шли как раз те люди, у которых долги достаточно большие. Но одно дело, власть пыталась создать впечатление, ощущение того, что республика очень сильно поддерживает эту войну. Ну вот, наши бойцы отправляются на выполнение очередного боевого задания, однако горят желанием передать приветы родным, близким и родной республике. Люди не понимают вообще, зачем эта война началась, для чего. Тем более в Украине, для нашей республики, это что-то где-то очень далеко. Многие понятия не имеют, где находится Украина. Что это за страна? И идейные есть, конечно, но нет, их не так много. В России люди давно никому не верят. И в первую очередь пропаганде, и в первую очередь Путину. Люди выживают как могут. И люди приспосабливаются. Даже многие на психологическом уровне, сами того не осознавая. Человек может поддерживать. И если вы его спросите, ты поддерживаешь? Он говорит, да, конечно, я поддерживаю. Но это не обязательно, что это так. Потому что человек может руководствоваться кучей причин сказать именно так. Потому что в России не демократия далеко. И если бы была демократия, у нас и случилась бы война. Власть, государство находится в агонии. Оно не знает, у них нет побед на военном фронте. Они проигрывают. И они не знают, как замазать. Они же всю жизнь замазывали свои огрехи пропагандой медийным. Они платили всем деньги. Они как-то вывозили это все. Но сейчас невозможно сделать черное белым, белое черным. Потому что это все видят. Потому что они пошли во внешнюю среду. В России еще как-то можно было это скрыть. Но они напали на соседнее государство. Они спровоцировали международный конфликт. Видел бы это все Шойгу. Что бы сказал Шойгу, Коношенко. Что здесь творится с армией, тупой армией, которая вообще не действует. Только по кино показывают за***. А на самом деле вообще беспредел. Хуже, чем в СССР работаем. Долбой, долбой, долбой. Никаких командиров на командирах, вы знаете, съебались первыми. Никакого снабжения. Никакой электроники. Ни квадрокоптеров. Ни биноклей. Ни тепловизоров. Вообще ничего нет. Совершенно кровожадное такое, знаете, понимание собственного населения, что, ну или вообще ценности человеческой жизни, да. Ну это же типа как биомусор. Ну вы же все равно ничего хорошего в жизни не сделаете. Сопьетесь там, умрете в драке. Ну так хоть родине послужите. Вот такая логика, которую Путин высказал, она, конечно, людей шокировала. Даже тех, кто, может быть, лоялен был. И сейчас мы что видим? Сейчас, когда люди с фронта, вот эти мобилизованные, массово пишут и записывают вот эти вот сообщения о том, что нас там не поддерживают там артиллерию, у нас нету оружия, нас бросили там и так далее, и так далее. Пожалуйста, вытащите нас. Это же все следствие вот этого. Они не предусмотрели, не подумали, что эти люди все-таки ценные, у них есть родственники, у них есть чувство желания жить желания. Когда нас спрашивают, а почему вот вы считаете погибших, чем это поможет, а это самое болезненное на самом деле для тех, кто эту войну развязал. Потому что если люди будут об этом знать, то никто не будет эту войну поддерживать. Это совершенно очевидно. Кстати, почему они до сих пор, несмотря на то, что уже и мобилизацию объявили, и зэков туда посылают, но они до сих пор боятся отправлять туда срочников. А именно потому, что будет страшно непопулярно. Поэтому я уверена просто, что настоящие цифры погибших, они будут очень отрезвляющими для всех, очень болезненными для российского руководства. Это создаст очень большое политическое напряжение. Ну и возникнут, кстати, очень большие вопросы. Опять-таки, если широкие народные массы узнают, как оно распределяется по регионам, и просто когда увидят, что Москва воюет солдатами с Дальнего Востока, почему у нас с нашего Дальнего Восточного округа воюют? Погибают, а почему они из Москвы? Они об этом говорили вслух еще тогда. Соответственно, это все приведет к их краху, к их поражению рано или поздно. Но просто, конечно, это может затянуться в любом случае, потому что ресурсов у страны много, страна большая, экономически ресурсная, поэтому мы думаем, что это все и на 10, и на 20 лет может затянуться в таком холодном варианте. Даже если они сейчас найдут преемника, даже если там Путин уйдет, в любом случае государству нужно очень-очень много еще времени, чтобы прийти в себя и быть нормальной страной. В том числе для нас это очень важно, почему мы эту организацию создали, точка невозврата. Мы работаем с мигрантами, с россиянами, которые рано или поздно вернутся в Россию. И мы проводим различные мероприятия, в том числе дискуссии политические, которые призваны к чему? К тому, чтобы люди, вернувшись, стали такими ядрами пассионарными, с которых может начаться изменение в России. Это причем невозможно насадить снаружи, это невозможно заставить целую страну, 145 миллионов человек, 140, вдруг быть там либеральной, и вдруг быть там после стольких лет вот этого дремучести, вот этой вот автократической, невозможно их в один момент изменить. Соответственно, это очень долгий и болезненный период восстановления, реабилитации, реполитизации. И мы думаем, чем мы можем помочь, пока мы здесь. Мы можем работать со своим населением именно так. Это Айран, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Нам важно ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok